Венспольский техникум или Северокурзмский центр компетенции профессионального образования является первым учреждением профессионального образования, которое в полной мере реализовало проект Европейского фонда оригинального развития, хоть является государственным учреждением. В 2009 году в планировании будущего техникума приняло участие Венспольское соуправление, которое увеличило дотацию образования от 1 миллиона до 12 миллионов евро. В этом месте перестроено здание, которое занимает почти целый квартал, и она начала свою деятельность. Первоначальная задумка была такой. Каждая из 53 школ, которые в то время считались активно действующими, присвоить по 1 миллиону для реализации различных целей. Мы являемся государственной школой, которая находится в ведении Министерства образования и науки. В 2009 году депутаты Венспольской городской думы и Айвер Лейнберг первые начали говорить о том, что политика подобного типа не достигнет результатов, что необходима концентрация ресурсов в меньшем количестве школ с адекватным финансированием, чтобы школы достигли так называемого ренессанса, и эта система профессионального образования должна основываться на других принципах. Результат должен быть таким, чтобы все не заканчивалось только перекрашиванием стен в кабинетах или другими подобными работами, а тем, что мы видим сейчас здесь и еще в 10 латвийских школах. Центр компетенции профессионального образования позволит исполчанам конкурировать на рынке труда и в других странах Европы. Уже на данный момент гарантирована шестимесячная практика в Германии, а рабочие места есть в Венсполсе в открытых предприятиях по производству. Профессиональное образование играет все большую роль в развитии народного хозяйства. В Латвии в перспективе развития намечен план, который подразумевает, что до 2020 года примерно половина выпускников 9 классов будет выбирать общее среднее образование. Однако открыть учебное заведение такого уровня было непросто. В 2012 году министр образования того времени Роберт Скиллис дал приказ остановить проекты развития во всех 10 латвийских техникумах. Во многих местах до сих пор ощущаются последствия этого решения. В европейском финансировании есть конкретные сроки, в которые не удалось уложиться. Был такой момент, когда казалось, что все хотят, чтобы этот замечательный проект, который мы сегодня видим, не был реализован. Венспольский техникум продолжал разработку строительного плана. Дополнительное государственное европейское финансирование было пополнено средствами из венспольского городского бюджета. Сейчас открыты новые лаборатории для наиболее требуемых профессий. Но, например, открытие служебной гостиницы был большим проблемным вопросом. Несомненно, наличие общежития для студентов – это очень важный факт. Возник вопрос о том, почему нельзя строить общежитие, так как в Эстонии это было разрешено, а в Латвии – нет. Все потому, что в нормативных актах Латвии вписано, что служебная гостиница является жилым фондом. Из этого стало ясно, почему Европейская комиссия была так настроена. После изменения правила кабинета министров, венспольский техникум приобрел и служебную гостиницу, и кафе. Оба этих объекта служат и местом практики для студентов ресторанного и гостиничного сервиса. Также обновлено и перестроено историческое здание. Новый учебный год начали более 800 учащихся из различных регионов. Я буду осваивать профессию специалиста услуг питания. Мне просто самой очень нравится готовить. Тема техникума была затронута и на встрече с премьер-министром Латвии Лаймдутой Страюмой, которая недавно посетила Венсполс. Мэр города не считает, что проект венсполского техникума уже закончен. Например, когда специализация для кабинета была только разработана, опыт в электронике 2013 года сильно отличался от 2016 года. Не все лаборатории поменялись, обновлены. Это касается всех техникумов Латвии. Например, в нашем техникуме в Венсполском три лаборатории не были переоборудованы. Дальше. Они хотят новые, по-моему, пять профессий открыть. Опять нужны новые лаборатории. Кроме того, лаборатории, которые сейчас совсем новые поставлены, они все-таки спецификации, было сделано их два года назад. Также министр образования должен был поддерживаться, как разрешить вопрос об уроках спорта. На данный момент они проходят сотрудничество с Олимпийским центром. У нашего техникума нет спортзала, хотя там больше 800 учащихся. Но когда у них было 500, это одна проблема, когда 800, совсем другая. Это тоже надо решать. То есть мы на конкретных примерах, показывая конкретные лаборатории, мы рассказали, какой наш подход, и старались доказать, что мы правы, а не Министерство образования. На ваш взгляд, вы были услышаны? Я думаю, да. Тем более, что эта тема будет затронута на совещании у премьера в сентябре. Специально одна из тем по освоению денег Евросоюза – это и деньги для профобразования. И там, конечно, мы напомним, что вот помните, вы видели, мы вам показывали. И она, конечно, будет вспоминать, и это у них будут уже ассоциации конкретные, не абстрактные. Все заявления от местных жителей премьер-министру будут поданы в письменном виде. Без внимания не может остаться тот факт, что в этом году в Венспосе учебный год начали на 63 учащихся больше, чем было запланировано. Причем не только в техникуме, но и в высшей школе.